Разбить имидж супер богатых людей из Фарбса. Я считаю, что врать неправильно. Давал ли ты когда-нибудь взятки? Однажды вечером за рюмкой чая. А что самое нехорошее сейчас в России? Грязная яма, в которой дерутся лопатами. Ты не как Михаил Фридман? Ну не фашист, но такой нехороший. Я правильно понимаю, что у тебя нету больших врагов? Я появился заказчик в офис на Лубяновке. Пять человек уже покинули этот мир. Леня, ты сбрендил. За этим стоят деньги государства. Ладно, я не поверю. И мы подваливаем к этому главному подъезду на Лубянке. From the bottom of my heart. А я свой. Он его придавил кроватью. Это был на мимо 100-тысячном митинге. Почему? Без комментариев. Леонид Богуславский из тех людей, которых раньше презрительно называли космополитами. А в наше время уже с другой интонацией называют «человек мира». Он делился своими знаниями на Западе. Он ввозил в Россию передовые технологии и бизнес-стратегии. И это дало результат. Это как виски. Яркое сочетание двух культур. Мягкий вкус шотландского виски, выдержанного дважды, и легкие кокосовые нотки Карибских островов, унаследованные от ромовых бочек. Ведь две культуры лучше, чем одна. Дважды лучше. Леонид, привет. Да, Ксения, привет. Привет. Рада видеть. Взаимно. Давно не виделись. Леонид Богуславский. Ученый, бизнесмен, спортсмен. Один из основателей Рунета, близкий друг Бориса Березовского, пасынок поэта Андрея Вознесенского. Состоялся как ученый-математик, был профессором университета в Торонто, Канада. Активно развивал цифровые технологии в России. Инвестировал в Яндекс.Азон, входил в Наблюдательный совет Сбербанка. Увлекается экстремальными видами спорта, выступает на международных турнирах по триатлону «Айронмен». Неоднократно становился их призером. В 2021 году занял 39-е место в списке «Форбс» богатейших людей России с состоянием более 3,5 миллиардов долларов. Сегодня мы в каком-то очень важном для тебя месте, потому что помимо того, что ты предприниматель, триатлонист и еще многое-многое другое, о чем мы сегодня поговорим, ты еще и меценат, который подарил собственной матери, Зое Богуславской, этот центр в памяти своем отчиме, Андрея Вознесенского. Правильно я говорю? Ну, в целом, да. Я вот понимал, что нужно сделать такое арт-пространство, которое, с одной стороны, все-таки сочеталось бы с тем, что делал Андрей, а с другой стороны, это была бы очень современная платформа для новых каких-то проектов. Здесь есть мероприятия, и здесь есть выставки. Ну, мы проводим где-то, не знаю, 4 выставки в год. И у нас вот эта прекрасная выставка, она мне, кстати, очень нравится объективно. Она называется «Поэты-леди». Она посвящена дружбе Андрея Вознесенского и Жаклин Кеннеди Анасис. Ну, давайте... Сейчас посмотрим. У нашего с вами интервью есть важная социальная миссия. Меня очень беспокоит, что я чувствую в нашей стране усиливающееся расслоение общества и может быть связанное с этим большое какое-то презрение и большую ненависть к богатым людям, к богатству и ко всему, что с этим связано. Вот вы человек, который много раз говорил, что гордится тем, что вы не участвовали в приватизации, в залоговых аукционах, вы не были связаны с государством. Вы чувствуете, что в нашей стране не любят предпринимателей? И если да, то почему? Я понимаю, что это присутствует, но сам я с этим не сталкивался. Ну, наверное, просто потому, что я все время пытаюсь подчеркивать, что мне очень важно, если ты выбрал какую-то сферу деятельности, то для тебя успех, ну, точно как для предпринимателя, он один успех может изменяться масштабом, деньгами и так далее. А для людей, которые профессионально занимаются медициной, образованием, искусством, должна быть обязательно своя личная мечта, вершина. Это очень индивидуально, и вся моя жизнь была, это, можно сказать, была проектой. Я иногда говорю, что я там прожил, не знаю, уже 4 или 5 жизней, потому что в первой жизни я был ученым. И у меня была вот мечта и планка. И надо сказать, что я ее достиг, потому что я был довольно, я был сильным ученым, такой с мировой известностью, я там автор трех монографий, более ста статей научных, причем такой серьезной математикой. И меня печатали американские, европейские, даже японские журналы, мои результаты. Я помню, что вас, по-моему, в 79-м, да, или 76-м году напечатал какой-то самый престижный американский журнал. Вы где-то говорили, что по тем временам это было, как сейчас, не знаю, получить самую престижную премию. Или самый большой контракт. Да, и как назывался этот журнал? Значит, это был 76-й год. 76-й год, да. 76-й год, действительно, журнал назывался американский журнал, ведущий журнал в области компьютер-сайенс, то есть теории компьютеров. Назывался он IEEE, Transactions on Computers. И действительно, во-первых, это было, знаете, это как там, марафон или Iron Man. Это было два года моих настойчивых попыток пробиться в этот журнал, чтобы меня напечатали. И это колоссальный был опыт. Значит, 76-й год, такое советское время, для того, чтобы отправить рукопись своей статьи за рубеж, ты должен был пройти определенные инстанции в каждом институте, в нашем академическом институте был специальный отдел, который должен был ее посмотреть и разрешить тебе отправить рукопись. Но это был всего лишь первый шаг. Дальше эта рукопись попадала в журнал, ее посылали рецензентам. А рецензенты, как правило, это те люди, которые работают в этой же области. То есть, с одной стороны, это твои коллеги, а с другой стороны, это твои научные конкуренты. И у меня как раз получилось так, что, видимо, рецензенты, которые получили, на всяком случае один из них, который получил на рецензию мою статью, он занимался очень близкими вещами, и он увидел, что я там сделал прорыв определенный, и мои результаты сильнее, чем его результаты. И он, наверное, посчитал, ну, как из Советского Союза, какой-то там парень, кто чего что. Он написал отрицательную рецензию, и через некоторое время опубликал статью, в которой появились мои результаты. Я не стал оспаривать, я потратил еще, там, почти год на то, чтобы усилить эти результаты, чтобы усилить свои предыдущие результаты, и снова отправил рукопись в этот же журнал. Ну, и тогда, значит, вот статью действительно опубликовали. То есть я хочу сказать, что во всем мире существует определенный уровень непорядочности. Я был знаком с одним великим математиком, тогда, который мне сказал такую фразу, он сказал, Леонид, поймите, наука – это грязная яма, в которой дерутся лопатами. Так что вы ничему не удивляетесь. Подходя к дому, каждый из нас найдет именно свое главное окно. Распознать самое главное лично для себя важный подход во всех областях жизни. В любви, в моде, в литературе, в образовании, в работе. Это касается и финансов. Из огромного множества предлагаемых банковских карт нужно правильно выбрать свою, а именно, дебетовую карту «Главная» от банка «Ренессанс Кредит». Честная карта на выгодных условиях. На фоне остальных дебетовых карт «Главная» отличается с двумя главными преимуществами. Во-первых, 7% годовых бонусами на абсолютно любой ежедневный остаток денежных средств, хранящихся на карте. Во-вторых, понятные условия кэшбэка. Полтора процента бонусами на все покупки. Не нужно подстраиваться под магазины с повышенными категориями. Накопленными бонусами можно компенсировать любую покупку по карте по курсу «Один к одному». Чем больше бонусов накопите, тем больше денег сможете вернуть на карту. С главной картой от «Ренессанс Кредит» вы получите бесплатное обслуживание навсегда. Снятие наличных без комиссии в любых банкоматах до 300 тысяч рублей в месяц. Оформить карту «Главная» можно онлайн на сайте банка «Ренессанс Кредит». И ее бесплатно привезет курьер в любое удобное для вас место и время. Честность, открытость и ваша выгода – вот главные принципы дебетовой «Главной карты». Все подробности по ссылке в описании. Ты же всю жизнь жил с рядом ограничений, с которыми тебе приходилось бороться. Я не знаю, знаешь ты или нет, ректор МГУ Садовничий заявил, что в МГУ никогда не было ограничений для евреев даже в советское время. И что все это наговоры, и что на самом деле все могли всегда поступить, и это люди просто придумывают. Но я знаю, что ряд людей, вот просто, ну, там тот же Михаил Фридман мне рассказывал, что вот он не мог поступить. Ты об этом говорил, что ты не мог поступить в МГУ, куда ты хотел. Я учился вообще в выдающемся классе в физико-математической школе 444-й, который был, класс был вообще собран чуть ли не со всей Москвы. За несколько месяцев до выпускного, уже в 10-м классе, вот нас там по одному вызывали и спрашивали, куда мы хотим поступать. И я сказал, что я хочу поступать на физфак МГУ, потому что в этот момент я улегся биофизикой, и я знал, что самая крутая кафедра биофизики находится на физфаке МГУ. Когда мои прекрасные учителя математики об этом услышали, они сказали, что я сумасшедший, потому что меня туда никак не возьмут. Значит, я поступал в 68-м году. У меня была к тому времени первая премия по биологии, я вообще был победителем Всесоюзной Олимпиады математической. А Саша Великович, наш гений номер один класса, он вообще был членом сборной команды Советского Союза и по физике, и по математике. Ну, просто абсолютно гениальный парень. И тоже еврей. Тоже еврей. Саша Великович. Значит, ну, письменную математику мы написали, она все-таки письменная, тут ничего не сделаешь. Следующий экзамен устная математика Сашу Великовича просто валит, чтобы не мучился, и ставит двойку. Он член сборной Советского Союза по математике. Прямо ему ставят двойку? Я пришел на экзамен. Два экзаменатора. Я взял, у меня билет, я пишу ответ. Я его написал. Но я уже знал, что там ситуация вот такая. Я смотрю, один такой, знаешь, такой как, ну, не фашист, но такой, какой-то прямо вот, вижу, нехороший. А второй такой медвежонок, такой толстенький, такой преподаватель, медвежонок. Я готов. Вот медвежонок идет мне в моей парте, я его так толкаю и говорю, я готов. И вдруг он оборачивается вот к этому другому и говорит там, Василий, возьми, человек готов. И я понимаю, что сейчас будет представление. И оно действительно было. То есть, ты что-то, вот я ему, я что-то объясняю по ходу, а он переворачивает то, что я говорю. А потом, допустим, дали мне задачу дополнительную, я ее решаю и решаю с помощью, ну, потому что проходили в школе, решаю с помощью там, малой теоремы фирма. А малой теоремы фирма в школе не проходит. Он мне говорит, нет, говорит, это доказательство не годится, потому что вы используете, вы используете математику, которую в школе не проходит. Он мне говорит. Я говорю, давайте так, я не буду это называть малой теоремой фирма, а давайте я все это вот докажу. Ну, докажу малую теорему фирма прямо сейчас. Ну, не будем ее называть малой теоремой фирма. Он говорит, нет, 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 нет. В общем, да, это у вас тоже не очень. Слушайте, а вы не... Мне тройку поставили. Меня не завалили. Мне тройку поставили. Но мне не хватило балла по сумме. Я видела твою презентацию, которую ты делал на каком-то форуме, про три главные решения идиота из собственной жизни. Мы покажем эту таблицу. И ты пишешь о том, что вот тогда покинуть профессорскую должность и уйти в никуда, чтобы заниматься предпринимательством, это вот было такое первое решение идиота в том смысле, что никто бы его не принял. Как ты принимал это решение? Не отговаривала ли тебя семья? Вот как это происходило? Ты же уже был женат тогда. Я представляю, жена должна была сказать, Леня, ты сбрендил. Так и сказала. А просто так получилось, что одновременно с приездом, с поездкой, с приглашением в университет Торонто, у меня возникла уникальная ситуация, когда я сумел договориться с выдающейся софтверной компанией Oracle на то, что я стану эксклюзивным дистрибьютором Oracle. Это важнейшая тема. Это эксклюзивный, да, эксклюзивный, стал эксклюзивным дистрибьютором, партнером Oracle на территорию Советского Союза. Значит, в 94-м, по-моему, году, или 93-м, тогдашнее КГБ, которое называлось ФСК, должно было, подписало договор с силовыми службами других стран по созданию базы данных, которая помогала бы бороться с контрабандой оружия, наркотиков и всяких других плохих вещей. Эта база должна была быть на Oracle, так? И совершенно неожиданно у нас в офисе появился заказчик, ну, будем называть КГБ, более знакомая, как бы, аббревиатура, вот, который хотел все сделать официально. Но дальше, поскольку были ограничения, мы никак не могли получить для КГБ вот этот софт Oracle. В результате на какой-то конференции, вот как раз Джеймс Абраханссон обратил внимание, что вот есть такая проблема, не дают софт в России. И он, собственно, пробил, чтобы наше КГБ в результате получило все софт и так далее. Когда это произошло, то, не поверите, КГБ пригласило Джеймса Абрахансона посетить Москву и офис на Лубянке. И вот он приезжает. Да, я был вместе с ним. А к тебе как КГБ тогда относилось? Ну, как нормально, как к любому поставщику каких-то технологий. Но они не подозревали тебя в том, что почему именно через тебя эта компания хочет с ним взаимодействовать? А почему через меня, история понятная, почему через меня. Я сумел поехать на конференцию, а потом на выставку в Прагу, компьютерную выставку. Меня, собственно, я убедил в министерство, что у меня есть уникальный софт для соединения компьютеров в единую сеть. Когда мы это показали, мы заключили два больших контракта. Один в Чехии, другой в Словакии, на создание сетей. Это 87-й год. 87-й год. Когда Оракол начал двигаться на восток, они, менеджеры, директора, пришли в Прагу и стали их спрашивать, кого они знают в России, кого они знают в России, такого толкового, с кем тоже можно иметь отношение, чтобы он стал, соответственно, партнером на Россию. И они назвали мое имя. Поэтому у меня в результате возник этот контакт. Потом я почти год вел переговоры. Это уже 90-й год. Я почти год вел переговоры. В результате мы подписали эксклюзивное дистрибьюторское соглашение. Вот как это произошло. Но это было очень интересно. Это надо было снимать, конечно, на кино. У меня было такое для представительства. Я из Канады привез старый, уже больше 10 лет, поддержанный этот Линкольн Таун Кар. Такой Линкольн, черный Таун Кар. Посадил Абрахамсон в этот Линкольн. И мы подваливаем к этому главному подъезду на Лубянке. Вот этот Линкольн Таун Кар. Можно было снять напротив КГБ. Значит, нас встречают, нас там проводят, ведут по коридорам. И проходит такая вполне дружественная беседа о том, как будет внедряться, что, чего, для чего использоваться. Пришли генералы. А кто с нашей стороны был от КГБ? Ну, генералы какие-то, да. Генералы. Были рады приходу американской компании? Да, им было очень любопытно. Да. Им было интересно, скажем так. Это битва экстрасенсов. В кресле таинственного незнакомца звезда Инстаграм, блогер, мотиватор и певица Вики Офишл Бэйби Стар. Наши язновидящие должны с закрытыми глазами рассказать все, что смогут о приглашенной звезде. К испытанию приступает сибирская ведунья Ксена Дрожь. Рэпетар. Считываю, женщина. Красоту любишь? Роскошь любишь? Ездить любишь? Летать любишь? Фоткаться любишь? Охренеть, сколько ты фоткаться любишь? А также ходить в спа через день? В дорогих машинах ездить? Зависти вокруг очень много. Не знают они, чего эта роскошь на самом деле стоит. Очень недорого твоя роскошь стоит. Беглеон любишь. Так, хватит? Очень беглеон любишь. С бешеными скидками роскошь свою берешь. Это вырезаем. Я не разрешаю это публиковать. Выгоду любишь. Делиться ею с подписчиками не любишь. Врать им любишь. Врать. Так все. Мы это не согласовываем. С меня хватит. Выгоду вижу. А сейчас и вы увидите. Беглеон. Купонный сервис с аудиторией 16 миллионов. Скидки по акциям до 90%. Огромное количество скидок по многим направлениям. Такие как развлечения, красота, здоровье, отели, рестораны. И даже кэшбэк, который поможет покупать еще выгоднее и на других сайтах. Акции более чем в 60 городах России. Скидка без потери качества услуг. Более 10 тысяч акций по всей России. Ведение. Дополнительную скидку в 5% вижу. Промокод вижу. Промокод Собчак. Выгоду очень любите вижу. Беглеон. Меньше тратишь, больше получаешь. Ну вот одна из историй, которая меня поразила. Я подумала, господи, Леонид Богуславский. Человек из списка Форбс. Сделавший огромное состояние. Предприниматель. И при этом человек, который жил в семье, где Кеннеди приходил к вам домой. Это гениальная история про забытые калоши, по-моему. Что он пришел и их украли, пока он был дома. Их не украли. Их консьержка, увидев необычные, что стоит какая-то обувь перед дверью на площадке, она их аккуратно забрала и унесла вниз, к себе в коморку, просто чтобы их сохранить. То есть ты человек, у которого Кеннеди конкретно был дома. Не просто где-то на официальной встрече сделал фотографии и салфушечку, а прямо вот домой приходил. Вот как тебе жилось среди этого? Это же, мне кажется, так сложно, когда твоя семья – это абсолютная легенда. И ты находишься в окружении таких людей. Андрей, когда только появился, видимо, у него была такая цель – это расположить меня к себе. Поэтому первое, что он сделал, мне было 12 лет, мы поехали на птичий рынок. Он спросил, что мне купить. Я на птичьем рынке выбрал бурундучка. Мы купили бурундучка, привезли его в квартиру. Тут Андрей сделал большую ошибку. Он его зачем-то выпустил из клетки. Бурундучок стал бегать по квартире. Андрей как-то пытался его поймать. И, к сожалению, он его придавил к кровати. Это ужасная история. Это было бы незнакомство. Понравился ребенку. Понравился ребенку, да. А потом очень такой важный момент. Это действительно важно, потому что, я думаю, во многом это определило мой характер. Дело в том, что для Андрея ничего в жизни не существовало, кроме его творчества поэтического и моей мамы. И он, в общем, особо меня не замечал. Я начал выигрывать Олимпиады. Выиграл Олимпиаду по биологии. Потом выиграл Олимпиаду всесоюзную по математике. И так далее. Я все это начинал делать и придумал для себя сам. Потому что я искал некие вершинки, куда я могу попытаться залезть. И это круто. И думаю, вот, значит, моя семья это оценит. Ну, и мама, и Андрей это оценят. Оценил он это? Ну, я ему стал в какой-то момент интересен. Особенно тогда, когда начал заниматься такой большой наукой. Потом интернет появился. И его, конечно, все это... То есть ему, конечно, было интересно и приятно вот эти локальные мои успехи. Очень важная часть вашей жизни и такое тоже второе нестандартное решение было связано с тем, что вы являлись акционером Логоваза. Вот, собственно, в той маленькой части, связанной как раз с IT-технологиями, у Бориса Березовского. Вот вы это описываете довольно подробно. О том, как вы решили покинуть эту компанию Логоваз. что вы поняли, что Борис Березовский с Бадри решили вас кинуть. И в тот момент, когда вы это поняли, вы это перепроверили. И поняв это, предложили, что вы выкупите у него вот эту маленькую часть IT-компании, единственный актив, который был Oracle, и отойти в сторону. У меня несколько вопросов. Первое. Как вы точно поняли, что они собираются вас кинуть? И второй вопрос. Почему вы не увидели впереди возможности Березовского и не захотели за них побороться? Посмотри, это очень интересно. Вот когда образовалась компания Логоваз, наша команда состояла из семи человек. И эти семь человек, наверное, мы были одной из сильнейших команд в России по бизнесу. Вот эти семь человек. На сегодняшний день ситуация выглядит так. Восемь, восемь, прости, восемь человек. Пять человек уже покинули этот мир. Первым погиб, можно сказать, Миша Гафт. Вторым Саша Красненкер, который занимался автомобилями. Потом Бадри, потом Березовский и потом Глушков. Значит, трое, которые живы, включая вашего покорного слугу, это еще Миша Денисов. То есть я ушел в 92-м году, Миша ушел в 91-м году. И чуть позже меня разругался с Березовскими, ушел Самат Жабоев. Вот еще один человек. То есть вот результат. Была сильнейшая команда. Значит, понятно, что, ну, как бы во многом этот результат из-за Бориса. Например, он хотел, и в этом была проблема, чтобы я занимался, и по функциям частично у меня это было, чтобы я занимался автомобильным бизнесом. А я хотел заниматься информационными технологиями. Я в силу нашей дружбы, нашей дружбы, был с ним очень откровенный. То есть я ему говорил неприятные вещи, которые ему не хотелось слушать. Однажды вечером мы сидели, знаете, как это бывает иногда после работы, за рюмкой чая с нашим юристом и с нашим финансистом. Это две прекрасные женщины у нас были. А там вообще так было, что вот вообще сотрудники, персонал очень хорошо ко мне относился. И мне юрист говорит, «Леонид, а ты знаешь, что вот есть новый список учредителей и акционеров, и тебя нет в этом списке». Я встретился с Саматом Жабоевым, и я ему говорю, «Самат, слушай, вот что происходит?» И он так, глаза в пол, и говорит, «Ну, иди разговаривай с Борей». И я понял, что так оно и есть. Я вообще к нему не пошел, и я вообще никогда в жизни не говорил ему, что я знаю об этом. Я понимал следующее, вот здесь важно, что, наверное, если я предустрою скандал, они меня обратно включат. Но уже обозначен, вектор-то обозначен, отношения и всего остального. Поэтому я не стал этого делать. Я не спал всю ночь. На следующий день я встретился с Борисом и сказал ему вот эту вещь. И он мне, Боря же мне говорил, «Ты занимаешься, вот это вот IT твой, там какой-то Oracle, шморакл, это такая мышиная возня, у нас такие гигантские планы. Ты мне, он мне говорил, ты мне, Леня, нужен для больших дел, а ты занимаешься мышиной возней». Поэтому я пришел к Боре и говорю, «Боря, ты знаешь, вот как-то мне мышиная возня мне дороже. Поэтому давай так, вот я за свою долю влаговази, я ее вам отдаю, и за эти акции я заберу ваши доли вот в этой мышиной возне». У него лицо просветлело, потому что ему не надо тогда со мной поступать так, как они планировали. Я сам с этим пришел. Почему ты не пришел к нему на похороны? Ну, мне было некомфортно. Мне было некомфортно, потому что мне казалось, что это будет какая-то демонстрация. Это не будет отдать должность, должное, проститься, вот то, что называется. Ты веришь в его самоубийство? Я не знаю. Слишком действительно много таких противоречий. С одной стороны, он по своей воле, силе, жизнелюбию и так далее, человек, с которым очень сложно связать такой акт ухода из жизни. С другой стороны, надо было бы наблюдать, все-таки быть рядом, тот уровень депрессии, который у него возник, когда он проиграл суд. Справедливо проиграл, как ты считаешь? По чесноку несправедливо. По чесноку несправедливо. Он просто допустил все возможные ошибки, во время судебного процесса, которые можно допустить. Он отказался от переводчика, считал, что если он будет говорить по-английски, он подошел к судье так же, как он подходил к каким-то официальным людям в России. Ему казалось, что если он будет с ней разговаривать на английском, она поймет, что он как бы свой. Он свой. From the bottom of my heart. Он же свой. А вот Абрамович через переводчика разговаривает, он не свой, а я свой. А дальше у него всегда была эта проблема, что он в какие-то моменты, он говорил очень быстро и забывал. Поэтому она его ловила на том, что он неделю назад сказал одно, а сейчас он сказал то, что противоречит тому, что сказал неделю назад. И она как такой стрейт-форвард судья посчитала, что значит, ему нельзя верить. Здесь у тебя везде строчки. Вот это не врите. Да. Даже на санскрите. Это так выглядит сруб. Это реально особняк начала 19 века. А часто врать приходится в бизнесе? Врать? Да. Нет, я не вру. Вообще? Я могу недоговаривать, но я не позволяю себе врать. Я считаю, что врать неправильно. Это потом тебе вернется. А в чем отличие? Ну, прямое отличие. Ты можешь что-то не сказать. Ну вот я тебя спрашиваю, например, давал ли ты когда-нибудь взятки? Леонид Богуславский. Что ты ответишь? Без комментариев. Ты всегда держался очень далеко от политики. Ты считаешь, что надо максимально далеко от этого держаться? Для безопасности и спокойной жизни? Ты знаешь, самый простой ответ такой. Мне это просто не надо. У меня другой бизнес. Мне это не нужно. Но в Чехии ты же выходил на демонстрацию, когда была бархатная революция. Я знаю, что ты был на вот этом 100-тысячном митинге. Почему? Потому что было интересно. Тусовка. Ты что, 100 тысяч человек пошли на Латсовскую площадь? Мы в этот момент всей командой там были на узконаладочных каких-то работах. Происходит историческое событие. Естественно, мы пошли смотреть. Ну, подожди. То есть, а в Москве уходит 100 тысяч человек? Это не тусовка. А там просто тусовка. Слушай, там было понятно, что там происходит революция. Там происходит революция. Значит, ты участвовал, получается, в политической жизни? Это не политическая жизнь. Прийти на... Я не считаю, что приход на какую-либо демонстрацию или на какой-то митинг – это есть участие в политической жизни. Очень многие люди приходят для того, чтобы просто понять для себя, о чем речь вообще, что происходит. Приходят из любопытства. А вовсе не потому, что они там политики, и теперь они участвуют в политической жизни. Так же и у нас было. И даже, как я понимаю, на этих... То, что называется, летних московских мероприятиях. Большинство людей, наверное, пришло на самом деле... То есть не большинство, но многие люди пришли для того, чтобы просто посмотреть из любопытства. Но они попали под раздачу. Есть вещи, которые от тебя зависят. Есть вещи, которые от тебя не зависят. Первый раз, когда я попал в список «Форстли», у меня это была полная неожиданность. И я пытался понять, как можно из этого списка вообще убраться. По-добру, по-здорову. И понял, что... Ты не хотел на всех этого раз? Я абсолютно не хотел. Я абсолютно не хотел. Более того, когда меня каждый год спрашивают... Знаю, у них есть выражение. Мы вас считаем. Мы вас подсчитываем. Каждый раз, когда там... Даже не через меня. Узнали телефон жены. Присылают жене сообщения. А вот можно у Леонида узнать, какая у него доля в такой-то компании. Серьезно. Мы на это вообще не реагируем и не отвечаем. Ну, а про тебя, кстати, вот правда, что пишут в Википедии, что ты канадский гражданин? Да, у меня есть... У меня основное гражданство, конечно, российское. Но вот тогда, когда я был в университете, я даже особо ничего для этого не делал. Вот. В университете Канады. Да, я получил гражданство Канады. Ну, а почему тогда вот тоже не побороться? У тебя канадский паспорт. Я так понимаю, что канадский паспорт еще с точки зрения налогов очень выгоден, да? Нет, это совершенно не выгоден. Потому что канадский паспорт позволяет ездить по миру достаточно свободно. И, собственно, в этом... То есть он для меня имеет вот эту ценность. Но... Ну, юрист... А чего не поменять? Вот смотри, сейчас, очевидно, ты международный инвестор. У тебя... Чего не поменять? Вообще, ну, не убрать русское гражданство. Ну, я считаю, это неправильно для себя. Я считаю, что... Расскажи мне, интересно, почему? Что прямо патриотизм ты такой чувствуешь? Ну, определенный патриотизм есть, я могу сказать. Даже более того, самое интересное, патриотизм есть у моих детей. Вот это мне более удивительно. Которые живут в Канаде с... Там... Когда я был... Они переехали в Канаду, когда как раз, когда я поехала в университет, им было там 5 лет 4 года. Это старшие дети Дима и Настя. Вот, старшие дети 5-4 года. Вот. Но они канадцы канадцы, скажем так. То есть они там выросли, получили образование. Да, выросли, получили образование. Но когда играет сборная России и Канады по хоккею, они болеют за сборную России. А младшим детям ты будешь давать образование здесь? Да, начальное буду точно давать здесь. А дальше просто пока не понимаю. Ну, начальное русское. То есть это будет русская школа. Да, это будет школа в Москве. И у них только один паспорт российский. Да. С детьми много проводишь времени? Я там пару раз в год делаю экстремальные экспедиции. И вот сын просто срывается, чтобы поучаствовать в этой экспедиции. Для друзей. То есть ты организовываешь своих друзей. Ну, мы организовываем, да. Мы организовываем такие экспедиции. Сын у них участвует. Дождь, мечтаю. Последняя туда была? Самая последняя была. Мы прошли на вот этих болотоходах. Север Якутии. Ну, как бы пересекли дельту Лены вдоль океана. И мы шли вдоль океана где-то около 10 дней. Мне это очень симпатично. Ты вот, вот, это цель практически нашей программы. Разбить имидж супербогатых людей из Форбса. Потому что, знаешь, говоришь человек из сотни Форбс. Сразу представляешь, куда он своих детей летом. Ну, конечно, на Лазурочку, юг Франции. Ну, на Ибицу, на Белой лодке. Куда Леонид Богуславский приглашает детей? Поехали в Якутск. В предместе Лены. На болотоходах. Отлично. Дети не посылают тебя с такими предложениями, а радостно нет. Нет, нет. До этого ездили вдоль Татарского пролива. То есть, это восточный берег, фактически, Хабаровского края. Да, я слышал, что еще на велосипедах на южный поезд. Да, на велосипеде. На велосипеде доехал до Южного полюса. Ну, ты не как Михаил Фридман. Ты не собираешься своих детей лишать наследства. И отдавать все на благотворительность. Я хотел бы, чтобы то, что сделано, та прекрасная команда, которая есть у меня, все это продолжалось. И поэтому я придумал ситуацию, при которой будет совет директоров этого инвестиционного бизнеса. В этот совет директоров будут входить мои дети. Но они будут только одни мещены, совет директоров. И главные мои люди из моей команды. И они будут принимать решения, голосование, совершенно нормально, во что они там инвестируют и так далее. При этом семья будет получать очень небольшой процент от прибыли. А что самое нехорошее сейчас в России, на твой взгляд? Мне кажется, что такая общая атмосфера не очень хорошая. Мне кажется, что люди стали злее. Ну, статистически. Это не значит, что все стали злее. Есть очень добрые люди, которые становятся только добрее. Но статистически... А как ты это понимаешь, что статистически? Ты же миллиардер. Ты же выездишь в метро. Я вижу. Ты видишь людей на улице. Ну, я, кстати, иногда из метро заскакиваю. Ладно, я не поверю. Заскакиваю, заскакиваю. Редко, но заскакиваю. Это при каких обстоятельствах ты можешь заскочить? Когда перекрыли. Я вот сюда чуть не опоздал. Представляете, на Кутузовском проспекте от Рублевки ехать сюда два с половиной часа, потому что едет начальство. И все перекрыли. Но даже вот сейчас я стоял в этой... Даже уже это не пробка, а это просто все стоят. Я стоял. Там же люди постируют в Яндекс. В картах, в навигаторе кое-какие сообщения. А я для того, чтобы понять, где-то тронулось или не тронулось, я их открываю и читаю. Ну, там люди пишут все, что они думают по этому поводу. Это дико круто и интересно, что ты, по сути дела, стоял у истоков российского интернета. Ты первым увидел эту возможность и первым стал, ну, собственно, выгодоприобретателем. Расскажи, как ты понял, что за этим будущее и вот вся эта история с Яндексом? Ну, во-первых, я не считаю, что я в этой стране стоял у истоков интернета. Были люди, которые реально руками делали интернет в этой стране. Это кто? Ну, это были то же самое солдаты, то есть те люди, которые первые делали инфраструктуру. Я зашел как бы с другой стороны. Дело в том, что вот как ученый еще в 70-х годах, в конце 70-х годов и в начале 80-х, я математически занимался тем, что потом стало интернетом. То есть я изучал, строил модели математические, вот тех протоколов, там, маршрутизации данных, пакетов данных и так далее. О, я тебе покажу свою первую книжку. Давай. Вот моя первая книжка, она, видишь, как она называлась? Управление потоками данных в сетях ИВМ. В сетях ИВМ. Эта книжка была написана в конце 70-х годов. Вот тут, сейчас покажу. Вот смотри, какая математика вокруг этого. Ну, это я даже ничего не понимаю. Нет, нет, я просто хочу сказать, что это книга математическая. Это книга, в которой доказывалось... И ты реально понимаешь, что здесь написано? Ну, конечно. То есть я тебе скажу, что это за формула, и ты скажешь, что... Ну, да, мне надо чуть-чуть вспомнить, это было все-таки много лет назад. Ну, да, это вот, собственно, в том числе моя докторская диссертация. То есть для тебя интернет – это прямо вот такой проект? Да, то есть я очень многое понимал. Я понимал, как это работает. Я начал искать для себя возможность начать инвестиции. Я начал инвестиции сначала сам. Это был где-то 98-й год, ну, немного. Но при этом я очень хотел, в силу того, что понимал перспективу, я хотел участвовать в большой, в больших проектах. И у меня не было столько денег, чтобы участвовать в больших проектах. Но я рассказывал всяким знакомым, потому что я там еще заодно тебе отвечу. Я своим знакомым, в том числе у меня был американец в компании, который был финансовым менеджером одного из подразделений. И я ему рассказал о том, что вот я хотел бы сделать инвестиционную компанию, да, денег у меня не очень много, нужны партнеры и так далее. А он мне говорит, ты знаешь, вот мои друзья, там, Майк Каури, Чарли Райан, тут ровно то же самое хотят сделать. Хочешь, я тебя с ними познакомлю. И у нас произошло знакомство. Это был декабрь 99-го года. У меня произошло знакомство. Я рассказал, что я хочу. Они сказали, что они хотят сделать тоже инвестиционную компанию, вложить туда деньги. И они сказали, что уже есть принципиальное соглашение с Яндекс и принципиальное соглашение с Озон. Я посчитал, что это там очень перспективно. Меня Майк там спрашивал, спросил тогда, ну, хорошо, вот мы там делаем эту компанию. Сколько ты готов вложить во все это? Я так почесал. Конец 99-го года. Я так почесал голову, думаю, у меня свободных средств, у меня всего там где-то около миллиона. Есть миллион. Но думаю, и скажу, миллион как-то маловато. Если еще там у ребят мы подзайму, ну, где-то вот на полтора на скребу. Я говорю, полтора. Все, я зашел как партнерство с полуторами миллионами долларов. На какой процент? Ну, легко почитать. Общий капитал был 20 миллионов. 20 миллионов я на полтора миллиона зашел. А в России вообще можно играть в долгую? Играть в долгую можно, но, к сожалению, все меньше людей это хотят делать. И все равно по-прежнему и у нас тоже. А ты все еще хочешь? Ну, я по своему складу, как ты сказала. Я играл в долгую. Я марафонец. Я и в бизнесе марафонец. Я в Яндексе был до продажи первой акции 12 лет. В Озоне 19 лет, в Иве уже 11 лет. Ну, я считаю, что это очень правильно, потому что самый большой успех наступает через несколько лет. Прошли годы, и вот опять мы тогда помним ситуацию с Борей, и что произошло потом. Ты вовремя отошел и ушел в совершенно другую сторону. И вот опять прошло много лет. Майкл Калви сейчас под арестом. 2,5 миллиарда хищений ему вменяется. А ты сидишь в центре Андрея Вознесенского. Я правильно понимаю, что у тебя нету больших врагов, и поэтому мы сидим с тобой здесь спустя все эти лихие 90-е, нулевые, двухтысячные и сейчас. Я занимался маленькими проектами, которые потом вырастали в очень большие. Поэтому, когда они только маленькие, они никого не интересуют. Вот секрет выживания в России. Ну, у меня есть еще одна такая особенность. Я достаточно легко встаю, то, что называется, в ботинки другого стороны. Экспериментируем прямо сейчас. Я выступаю в роли адвоката дьявола, а ты постараешься встать в мои ботинки. Вот смотри, в фильме «Холивар», который мне очень понравился, Андрея Лошака, ты выступаешь таким печальным героем русского интернета, который, как и многие, как и большинство людей, которые работают в этой индустрии в России, противостоят вот этой идее обособленного интернета, запрета, цензура в интернете. И мы все, ну, когда я не адвокат-дьявол, то и я тоже, мы все понимаем, что это связано с желанием контролировать. Постарайся встать в ботинки тех, кто выступает за. Ведь ты же понимаешь, что если, например, мы сейчас не будем рассматривать эту цензурную составляющую, которая, конечно, огромная, ну, Америка бы никогда не позволила, чтобы такие массивы информации находились на каких-то других серверах в Китае или в России. И такая зависимость страны от внешних факторов и внешних ресурсов, ну, она же действительно является огромным политическим фактором нестабильности. Любая власть в любой стране, конечно же, хочет добиться определенных ограничений и вводит какое-то регулирование. Все дело в том, что если вот, скажем так, в более цивилизованном мире это все-таки законодательство очень четкое и не допускает двойного толкования, тогда все игроки рынка понимают эти правила, они их не принимают, и тогда там занимаются чем-то другим, или они их принимают, и они по ним играют, и они понимают там диапазон, там, длину свободного пробега. Вот. Наша проблема как раз заключается в том, что, возможно, даже специально создаются вот эти люфты при правоприменении, которые можно включать или не включать, в зависимости от того, с кем имеешь дело. Вообще вот технически и с точки зрения твоего видения будущего, ты считаешь, будет вот этот вот интернет, обособленный интернет в России? И если да, то в течение какого времени? Я не знаю. Ну, твой прогноз, подожди, ты визионер. Дай мне совет. Мне стоит вкладываться в YouTube большими деньгами, новыми каналами, развивать и вкладываться с точки зрения получения прибыли? Или через пару лет это все может... Ты знаешь, мне и трудно, и легко ответить на твой вопрос. У меня есть, скажем так, проект, который тоже имеет определенные риски. У меня есть онлайн кинотеатр Иви. Они просто есть, а ты одним из первых, первые в России сделали онлайн кинотеатр. Да, ну мы сделали с Олегом Тумановым. Еще до ОКО, как я понимаю. Да, мы фактически сооснователи и запустили это. То есть ты тот человек, который делал кинотеатр онлайн еще до того, как это стало модным. Это можно сейчас смело сказать, видя ТНТ-премьер, видя Море ТВ, Старт. То есть сейчас все, мне кажется, идут в эти платформы. Это, кстати, тоже проблема. Ну, неважно. Важно то, что мы вкладываем очень большие деньги в Иви. И перед нами стоит тот же самый вопрос, как ты меня сейчас задал. И как ты на него отвечаешь? Я отвечаю так, как я все делаю. И я считаю, что нужно сделать все возможное для того, чтобы проект был успешным. Или нужно делать тебе все возможное, чтобы у тебя это было самое супер-пупер. Достигать определенных вершин. А если в какой-то момент произойдет что-то плохое, чтобы ты могла себе сказать, я сделала все, что можно. Хорошо. А почему плохо, что сейчас появилось много интернет-платформ? Я понимаю, что это плохо для тебя, потому что... Это хорошо для тебя. Да, да. Но это хорошо для тебя. Для тебя, как для хозяина огромной, огромной вот этой истории под названием Айви, конечно, это новые конкуренты. Но для индустрии тебе не кажется, что это хорошо? А если бы за этим стояли исключительно частные инвестиции, то все было бы хорошо. За этим опять стоят деньги государства. Но за этим стоят деньги во многом государства. А это значит, что это будет тот же первый канал, то есть федеральные каналы, скажем так. Что это будет тот же контент, но только для молодежи. Ты это имеешь? Ну, я имею в виду, что при этом ограничения определенные, какой там будет контент, может увеличиваться. Это во-первых. Во-вторых, в целом, при той покупательной способности, которая есть, ну, потому что все онлайн-кинотеатры, они же живут либо с рекламой, либо с того, что платят пользователи за подписку. Модель перестает сходиться. Так, Леонид, очень сложная игра. Все-таки мы подумали, что раз у вас нету настоящих врагов, то после сегодняшнего интервью они могут у вас появиться. Так что думайте дважды. Игра называется «Самый талантливый предприниматель России». Ваша задача – система чемпионата мира по футболу. Плей-офф. Да. Называется плей-офф. Ну, знаете, как вот там, то есть четверть, финал, потом, да, вот это все. Значит, выбираем всегда в двух, две, ну, то есть одна пара, выбираем одного человека и так доходим до финала. Значит, критерий простой. Вот, по вашему мнению, самый талантливый предприниматель. То есть обладающий волей, как вы всегда говорите, и видением. Вот у нас такая пара. Сечин и Тимченко. Кого выбираете? У вас все такого уровня? Все предприниматели такого уровня? Сколько там карт? Ну, подожди, как в футболе, понимаете? Там может быть и команда из Польши. И российская сборная, и Бразилия. Это мы сразу начали с тяжеловеса, понимаете? Понятно. Вы пока выбираете одного, а мы потом, он дальше продолжает играть. Хорошо. Тимченко. А почему Тимченко более талантливый предприниматель, чем Сечин? Ну, потому что Тимченко все-таки предприниматель, а на мой взгляд, Сечин не предприниматель. А кто такой Сечин? Он топ-менеджер. Но он из топ-менеджеров самый талантливый? Ну, он из топ-менеджеров. Мы же не играем в топ-менеджеров. Нет, мне просто интересно уже само. Я не знаю. Потому что все боятся почему-то. Это зависит от того, какие у меня карты по менеджерам. Сечина просто все почему-то боятся. Давайте в следующий раз. Вот вы ее знаете, почему, кстати? Нет, я совершенно не боюсь. Я его даже никогда не видел. Вот видите, вот, что значит теория успеха в России. Я не видел их никого. Не видеть никогда Сечина, имея 100 миллиардов. Вы не поверите, я даже Абрамовича никогда не видел. Вот, смотрите. И Потанина никогда не видел. Потанина, вот этого человека видели? И этого человека я никогда не видел. Это Михельсон? Да, я никогда не видел. Ну, из них тоже строят. Я знаю. Как вы, вспоминываете. Ну, здорово, молодец. Так, кто из них более талантливый? Михельсон. То есть Михельсон. Почему выбрали Михельсон? Чем он более талантливый, чем Потанин? Ну, мне кажется, что у него... У Потанина тоже, конечно, есть, скажем так, предпринимательские проекты. Да, но мне кажется, что у Михельсона больше предпринимательского, чем у Потанина. При том, что Потанин очень крутой бизнесмен. А у Потанина больше какого? Очень крутой бизнесмен. Потанин? Не знаю. Не знаю. Но вы меня спрашиваете про предпринимателей, я предприниматель. Так, про предпринимателей. Теньков или Олег Перв? Теньков. Почему? Олег Перв. Кстати, последний. Вот тоже интересный вопрос. последняя частная нефтяная компания в россии большая такого масштаба выживет отожмут в течение пяти лет олег первого луквейл или нет как считаете надеюсь что нет но я тоже надеюсь нет но я считаю что тоже мы к сожалению но 5 лет маленький такой период я думаю что до тех пор пока олег первых у руля не отожмут а вот если олег первых начнет отходить от дел там ситуация уже неопределенная а почему тинькофф ну слушайте тинькофф я считаю один из самых выдающихся вообще предпринимателей у нас потому что человек который сам придумывал проекты делал их очень успешными такой серийный предприниматель я думаю что он не только один из немногих серийных предпринимателей но и самый успешный серийный предприниматель так сейчас я вам чтобы сделать посложнее ну вот так например я считаю уж ману более усманов усманов на почему потому что ну хотя бы потому что усманов я считаю что усманов визионер вот я просто видел как усманов распознал что ли там увлекся перспективами интернета и интернет проектами очень серьезно рискнул реально серьезно рискнул в результате выиграл от вот этого своего увлечения и я его считаю выдающимся предпринимателем а дерипаска зато от санкций от всех избавился ну это такой знаете это как бы ты борешься что-то делаешь нет дерипаска тоже крутой крутой бизнесмен несомненно вы меня про предприниматель не про бизнесмен а вот тяжелый выбор тоже дуров или миллер это тяжелый выбор но если мы говорим о предпринимателях то конечно дуров потому что миллер потрясающий инвестор но дуров потрясающий предпринимание роман абрамович или михаил фридман как предприниматель да как предпринимать фридман фридман более талантливый предприниматель почему хотя я честно могу сказать что вот это из всех пар это наиболее сложная пара я просто быстро люблю быстро принимать решение поэтому я быстро сказал что фридман но на самом деле из этих роман аркадыч как бы вышел вовремя понимаете раньше всех был везьян ехать за границу но те проекты которые начинал и и как зарабатывал свои свое многомиллиардное состояние фридман мне ближе скажем так чем то как это получилось выдающегося бизнесмена абрамовича какой дипломат у нас сегодня мешаем чтоб сумму честно так но и пошли дальше так тимченко или усманов усманов так но сделаем вам сложно тогда тогда да 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 ну давайте вот так тиньков или дуров так фридман или михинсон тоже сложно кстати тоже сложно фридман почему больше проектов что такое предприниматель это человек который запускает идет в какие-то новые в какие-то новые темы делает их успешными вот у фридмана больше таких тем больше успешных проектов ну что самый сложный выбор из трех самый талантливый предприниматель россии по версии леонида богославского они журнала форбс усманов фридман тиньков давайте можем о каждом поговорить можем затем как бы это советоваться обсудить что ну вот мне прямо хочется отказаться я же объясню почему потому что потому что выпустил из комнаты ну потому что это все таки знаете не яблоки с яблоками мы сравниваем а с явно сравниваем яблоки с апельсинами с лимонами я могу давайте свой взгляд блондинки на эту ситуацию скажу есть тиньков и значит но что тиньков действительно строит бизнесы с нуля умеет их упаковать умеет работать с потребителем но как бы это для меня всегда не супер масштабные какие-то вещи ну то есть да тиньков банк это круто с нуля построенный бизнес так далее но я не вижу в этом прямо совсем глобального масштаба это все равно ну как бы клёвый бизнес который вырос масштабно но не но опять же вы меня поправьте можете спорить со мной вот я это мысли так себе что это как вот человек ну не знаю создал макдональдс классный бизнес но это не ну как бы а можем сказать давайте мы зафиксируем давайте мы зафиксируем что это подиум это нас подиум подиум в смысле как это самое где призеры да 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 1 2 так и есть у нас у нас вот три человека в призах что называется ну когда я тогда я расставлю их именно вот там золотая медаль серебряной банк розовая медаль уходит бронзовая медаль уходит тинькоу синько… класс серебряная медаль уходит усманову… усманову и золотая медаль уходит фридману… Ну, это прекрасно. А почему так? Почему Фридман на золотом пьедестале, а Усманов на серебряном? У Усманова денег-то сейчас, по-моему, побольше, нет? Я же над деньгами меряю. А чем? Предпринимательским визионерством, вот если можно так сказать. А что, какие большие возможности видит Михаил Фридман, которых... Слушайте, ну, Михаил... Алибаба, Фейсбук, уж какое большее визионерство. Нет, смотрите, у Михаила Фридмана есть целый ряд существенных достижений. Он увидел для себя в какой-то момент такое направление, как телеком. И он в этот телеком очень сильно пошел, создал, во многом благодаря ему, был создан и в импелком, при всем, в общем-то, при всем уважении, всей ценности Зимина, и там, всех, кто делал это в начале. Очень интересная ситуация для меня, как предпринимателя, это вот то, что получилось с X5, с сетью магазинов. Потому что в какой-то момент X5 стала иметь существенные проблемы, она проигрывала рынок магниту и так далее. И вот то, что он, причем не сразу, они, так сказать, меняли команду, но все-таки в результате они сумели отстроить X5 таким образом, что это стал очень успешный ритейлер. Это, в общем, это здорово. Это очень интересно. Мы тебя хотим попросить, прочитай нам в конце четверостиши Андрея Вознесенского. Знаешь, у меня одно из самых любимых его стихотворений – это «Не возвращайтесь к былым возлюбленным». Ты сколько раз был женат? Я считаю женами всех тех девушек, с которыми я прожил несколько лет. Так. То есть я говорю сейчас не официально, с кем там в ЗАГС ходил и так далее. Но таких у меня было четверо. Понятно. Ну, после этого можно читать стихотворения «Не возвращайтесь к вас, любви». «Не возвращайся ко мне, возлюбленный, Мы были раньше, нас больше нет. Две изумительные изюминки Хоть и расправятся тебе в ответ. А завтра вечером На поезд следуя Вы в речку выбросите ключи. И роща правая, и роща левая, Как к вам вашим голосом прокричит. Не покидайте своих возлюбленных. Былых возлюбленных на свете нет. Но вы не выслушаете совет. Спасибо вам большое. Леонид, мне было с вами очень интересно. Спасибо. Спасибо. Мне тоже, Ксения.